В предыдущих программах, что нам стоит дом построить, мы выбирали земельный участок. Будем считать, что землю мы приобрели, подходящие по цене и по наличию коммуникации, по расположению. Что же теперь? Подождать, чтобы растаял снег и начинать завозить строительные материалы? Нужно ли получать какие-то разрешения на строительство? Можно ли нарисовать план будущего дома самому или обязательно обращаться в проектные организации? На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей программе. Вы рисовали свой дом в мечтах, представляли, как расставить мебель, как будете просыпаться по утрам. Хватит фантазировать, пора окончательно определиться с устройством и внешним видом дома. Сколько в нем будет комнат, этажей, планируется ли гараж, цокольный этаж. В общем, речь идет о проекте. В интернете можно найти не одну тысячу вариантов из кирпича, дерева, по каркасной технологии. Проектные организации предлагают выслать чертежи. Мне крыша не нравится, как будто каска у немца. И так тысячи, наверное, череповчан думают. У каждого свой нюанс. Ну это безусловно, я говорю, что мне не нравится. А может, тебе нравится? Тебе нравится каска у немца? Ну, в принципе, такая достаточно уютная, кругловатое. Самый недорогой вариант – это дом без подвала, без гаража, с мансардой, с минимумом комнат, гостиная, кухня-столовая, две-три спальни, по санузлу на обоих этажах. Последнее – не роскошь. Кому же хочется ночью, если не понадобится спускаться вниз в туалет? В принципе, всего перечисленного хватит, чтобы довольно комфортно разместиться в семье с двумя детьми. Остальное дело вкуса и удачного выбора. Даже небольшое строение может получиться очень уютным. С мансардными окнами, со вторым светом. Так называют объединенное пространство первого и второго этажа. Проще это гостиная без потолка. Кстати, череповчане чаще всего строят дома площадью от 100 до 150-180 метров. Перед людьми, которые собираются строить дом, стоит на самом деле очень сложная задача. Выбрать. Выбрать. О! Вот это замок. Это домик Гудвина. Домик Гудвина такой сказочный. Да. Нет, ну в принципе, это замок. Забава. Да, конечно. Я только не знаю, насколько сложно это строить. Мне кажется, сложно. Посмотри, крыжа какая безогнутая, артулики, какие-то такие штуки. 165 метров. Вот пошли, смотри, планировки. Сокольный этаж есть, смотри, там котельная. А на первом этаже, смотри, как забавно все сделано. Такие-то тут штуки. Кухня-столовая 13. Смотри, вот у нас гостиная соединяется. Это удобно. А в гостиной смотри, какое классное окно. Углая такая большая. Идем здесь. Просто мечта. Стоимость проектов, которые предлагаются на продажу в интернете, примерно от 20 до 30 тысяч рублей. Здесь можно увидеть фасады дома с разных сторон, планировку, материалы, из которых можно построить конкретный дом. А годятся ли эти чертежи из глобальной паутины для строительства в Череповце? Можно ли нарисовать свой дом самому? И вообще, что нужно, чтобы начать строительство? Вопросов много. За ответами мы отправились в управление архитектуры. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, какие сложности есть по документам, по строительству индивидуального жилья в Череповце? На самом деле, никаких сложностей не вижу. Потому что сегодня по выдаче разрешения на строительство или процессе строительства, или по выдаче разрешения на работу в эксплуатацию, настолько четко в федеральном законодательстве все зарегламентировано, что важно только исполнять срок. Итак, прежде чем приступать к строительству, нужно получить разрешение на строительство. Принести в управление архитектуры документы в так называемое единое окно. Давайте туда заглянем вместе с посетительницей Ксенией. Здравствуйте. А мне бы разрешение на строительство получить. Индивидуальный жилой дом на улице Тополиной. Находится в собственности? Нет, у меня договор о ренте, вот я вам могу его предоставить. Собой взяли. Да. Спасибо. Так, а ГДД-план на данный земельный участок у вас был заказан? Да, я у вас получила, вот я сняла копию. И с вас еще схема планировочной организации земельного участка. Итак, необходимые документы для получения разрешения на строительство. Во-первых, это заявление на имя начальника управления. Во-вторых, правоустанавливающие документы на земельный участок. В-третьих, градостроительный план земельного участка. И, наконец, схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. Городостроительный план заказывается заранее в управлении архитектуры. Кстати, услуги этого учреждения бесплатны. Планировку участка придется заказать в проектной организации, имеющей специальную лицензию. На плане будут показаны все здания, которые вы планируете возводить на участке. Дом, баня, беседка, гараж. Со всеми допусками и необходимыми отступами друг от друга от соседнего участка. С коммуникациями. Список документов, форм для заполнения есть на сайте мэрии Череповца. Более того, все можно оформить самостоятельно на сайте госуслуг. Для этого нужно создать личный кабинет. Впрочем, принести подлинники документов в управлении все-таки придется. Срок рассмотрения данного пакета документов 10 дней. В течение 10 дней специалисты управления архитектурой рассматривают данный пакет документов. По итогу истечения срока выдается разрешение на строительство. Разрешение на строительство дается на 10 лет. Ведь не у каждого есть финансовая возможность возвести дом за 1-2 года. По этому времени и отводится побольше. А если человек решил строиться, ну как в деревне, да? Построил все и никуда не обращался. Значит, это будет считаться самовольной постройкой, которая нарушает законодательство, но подлежит сносу. А кто это проверит? Есть две службы по меньшей мере. Ахстройконтроль, которая находится у нас в подразделении. И архитектурный статистический надзор. Это федеральная служба, которая находится на территории города. То есть, если в глухой деревне это пройдет, да, то где-то в черте города? А в глухой деревне тоже не должно проходить сегодня. Да, да. Сам проект будущего дома, в отличие от планировки участков, в управлении архитектуры по закону можно не предоставлять. Можно его нигде и не заказывать, а сделать все самому. Но... А почему у нас такие дома строят некрасивые зачастую? Вот едешь, ну, кидайки, и все. Это почему? Мнение застройщика, что он может сам все сделать и придумать и так далее. Он работает и за хозяина заказчика, и за проектировщик, и за строителя. Вот смотрите, вы же не строите сами свой автомобиль, правда? Мы далеки от мысли. Вот, а вот почему-то дома все строят сами. А дом более сложное сооружение, с точки технических особенностей, чем даже автомобиль. Ну, на автомобиле мы понимаем так, если там гаечка открутилась, сколько-то, он может не поехал. А то, что в доме у нас тепла недостаточно, или мы, наоборот, тратим очень много денег на обогрев там, или, например, что здание непрочное, в трещинах все стоит. А мы живем спокойно. Думаю, ладно, авось обойдется. Или строим, как попало, из какого попало материала, правда? Без проекта. Вот по такому рисунку можно построить запросто. Лучше заказать проект дома у специалистов. Можно в местной проектной организации, можно в интернете. Если берется готовый типовой проект, то его лучше доработать с учетом особенностей грунта, коммуникации, которые есть на вашем участке, расположением дороги, планировки соседних участков. Все это может показаться очень нудным, но именно эта подготовительная работа станет залогом успеха всего строительства. После управления архитектурой мы с Пашей решили разделиться. Он отправился в проектную организацию, а я в комитет по имуществу. Дело в том, что в последнее время постоянно ходят слухи об увеличении кадастровой стоимости земли и о том, что для многих налоги в связи с этим станут непосильными. Нашей программе слухи не нужны, так что я отправилась в комитет по имуществу узнать все сама. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь мне рассказали, что кадастровая стоимость – это рыночная цена земельного участка. По ней рассчитывается сумма налога, который должен платить владелец земли. Меняют кадастровую стоимость по закону раз в пять лет, а занимается этим Департамент имущественных отношений Вологодской области. Последний раз кадастровую стоимость изменяли в 2012 году. В январе нынешнего года новая стоимость начала действовать. Насколько увеличится кадастровая стоимость, люди опасаются, что налоги станут непосильными. На самом деле кадастровая стоимость в зависимости от конкретного земельного участка, она может как увеличиться, так и уменьшиться. Причем это может происходить как увеличение в разы, так и уменьшение в разы. Поэтому здесь нужно говорить по конкретному земельному участку. В каждом конкретном случае все это можно уточнить, узнать и предварительно перед тем, как делать покупку земельного участка или ввязываться в индивидуальное жилищное строительство, можно узнать по конкретному земельному участку, сколько будет стоить земельный налог, сколько у него кадастровая стоимость. А где эта информация имеется, куда за ней приходить? То, что касается кадастровой стоимости земельных участков, эта информация открыта, она есть в интернет-сайте Департамента имущественных отношений. То есть это постановление можно открыть, конкретно приложение там есть по городу Череповцу. Единственное, что необходимо знать, кадастровый номер. Многодетные семьи – это самая многочисленная группа людей, которые сейчас могут получить землю бесплатно. Но оказывается, есть и другие категории льготников. Первая категория, которая уже самая длительная, которая стоит, это герои Советского Союза, полные кавалеры Ордена Славы, герои социалистического труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы. Но это закон долгий уже, еще 90-х годов, поэтому редко достаточно очень предоставляются эти земельные участки, потому что обращений практически нет уже таких. Вторая категория – это если, например, были приобретены жилые дома на земельных участках до вступления в силу закона Советского Союза, еще СССР, о собственности в СССР. Это закон 90-го года, от 6 марта 90-го года. То есть если были приобретены до, и отношения были неузаконены, то в данном случае граждане получают земельные участки бесплатно. Следующая категория – это как раз садоводы-огородники, то есть которые получили земельные участки в свое время. Все остальные граждане, в принципе, тоже могут обратиться в органы местного самоуправления за участком земли. Закон это не запрещает. Но, как показывает практика, землю, которая находится даже в государственной собственности, в таком случае приходится выкупать на торгах и аукционах. В этой программе мы занимались выбором проекта. Еще узнали, перед тем, как начинать стройку, надо получить разрешение на строительство в Управлении архитектуры. Никто не обязывает будущих домовладельцев приобретать проект здания, выполненный специалистами. Однако для того, чтобы дом получился красивым и теплым, лучше все-таки пользоваться профессиональными проектами. Покупка строительных чертежей в интернете обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Перед покупкой участка стоит узнать ее кадастровую стоимость и тот налог, который придется потом за нее платить. Сделать это можно на сайте Департамента имущественных отношений. В следующей программе мы будем выбирать материал для строительства дома, познакомимся с геодезистом и узнаем, а стоит ли тратить свои деньги на этого специалиста.